Здравствуйте, ребята! Рада нашей новой встрече в Доме Знаний. Сегодня нам предстоит изучить довольно-таки сложную тему. Речь идет о череде наполеоновских войн, в рамках которой произошла и русско-французская война, чаще именуемая нами как Отечественная война 1812 года. Прежде чем мы приступим к обсуждению тему, вспомним, что под названием «Наполеоновские войны» принято объединять те войны, которые Наполеон Бонапарт ввел уже после окончания Великой Французской революции. Однако нельзя не назвать наполеоновскими войнами и его итальянскую кампанию 1796-1797 годов и египетскую экспедицию 1798-1799 годов, хотя две последние принято назвать революционными. До периода 1800-1815 годы наполеоновские войны включают в себя коалиционные кампании. В качестве побочных войн и конфликтов, в рамке которых были втянуты участники наполеоновских войн, мы можем указать еще около 20 локальных столкновений. Они у вас на слайде. Начнем, однако же, по порядку. Когда Наполеон Бонапарт в 1799 году получил титул консула, а через 5 лет, в 1804 году стал императором французов, то многих европейских монархов это, конечно же, не устроило. Складывается коалиция против Франции и лично против Наполеона. В рамках этой коалиции участвовала и Россия. Между Россией и Англией был подписан Петербургский договор, к которому просоединилась позже Швеция, Австрия и Неаполитанское государство. Началась война, вошедшая в историю, как война 1805 года. 21 октября 1805 года между Англией и Франко-испанским флотом произошла Трафальгарская битва. Это одна из наиболее эпичных морских баталий в истории. Как известно, это было последнее крупное морское сражение Франции, если не считать мэр Салькебер. И это сражение французы проиграли с сухой, с разгромным счетом, потеряв 22 линкора, а подавляющее большинство из них просто-напросто сдались. Англичане же не потеряли ни одного корабля, а их безвраздный урон в личном составе был в 24 раза меньше, чем у их противников. Однако среди погибших в этом бою числится легендарный Горацио Нельсон. Это английский адмирал. Трафальгар поставил финальную точку в попытках Франции стать ведущей морской державой, отвоевав этот титул у владычицы Марии, то есть у Великобритании. Но, несмотря на отдельные эпизодические успехи, ничего из этой затеи не вышло. С начала 18 века все более-менее значительные битвы французский флот неизменно проигрывал английскому. Звездой британского флота был, конечно, 104-пушечный трехпалубный линкор Виктория. В 1805 году это был уже довольно старый корабль, который проплавал 40 лет, пережив множество пуль и сражений. Однако адмирал Нельсон не сомневался в качестве работы английских судостроителей и сделал его своим флагманом предстоящей битвы. Речь идет о Трафальгарии. Надо сказать, что строительный срок службы деревянного боевого корабля, а других, кстати, в то время и не было, составлял всего 10-13 лет. На строительство Виктории ушло более 5500 тубов, 600 деревьев других пород и все это эквивалентно 50 гектарам леса. Общая длина его токелажа свыше 40 км, общая площадь парусов составляет около 6500 квадратных метров. В настоящее время корабль превращен в музей, который является одним из главных достопримечательностей Порсмута. Несмотря на то, что битва происходила в Средиземном море, она оказала огромное влияние на положение тел в Европе. С 1803 года на северо-западе Франции собирался большой отряд для грядущего вторжения на Британские острова. Этот отряд получил название Булгонского лагеря. Он, кстати, был спешно свернут, а войска через всю территорию Франции были отправлены в Центральную Европу. И на протяжении ноября-начала декабря 1805 года наполеоновским войскам удалось утверждать ряд важных побед. 20 октября 1805 года австрийская армия капитулировала после битвы по Дульму. После этого была занята столица Австрии – Вена. 2 декабря 1805 года Наполеон одерживает блестящую победу под Аустерлицем. Кроме Наполеона в этой битве лично участвовал император Австрии и российский император Александр I, за что, собственно, битва и получила название «Битва трех императоров». Разглоб антинаполеоновской коалиции в Центральной Европе позволил Наполеону вывести из войны Австрию и сосредоточиться на других регионах Европы. Так, в 1806 году он провел активную кампанию по захвату Неаполитанского королевства, которое было союзником и России, и Англии против Наполеона. Наполеон хотел посадить на неаполитанский престол своего брата Жерома. А в 1806 году он сделал голландским королем еще одного своего брата – Людовика I Бонапарта, который станет затем отцом Наполеона III. В 1806 году Наполеону удалось кардинально решить германскую проблему. Он ликвидировал государство, которое подсуществовало до этого почти тысячу лет – Священную Римскую империю, речь о ней. Из 16 германских государств было создано объединение, которое в дальнейшем получит название «Ариенского союза». Сам же Наполеон объявил себя его протектором, то есть защитником. Фактически эти территории были поставлены под его контроль. Забегая вперед, ребята, скажу, что «Ариенский союз» становится прототипом германского государства. К концу 19-го столетия оно объединится практически в единую Германию. Итак, особенностью войн, которые в истории получили на название Наполеоновская, было и то, что в составе противника Франции все время менялся. Вот к концу 1806 года в анти-наполеоновскую коалицию входили уже совершенно другие государства. Это были Россия, Англия, Пруссия, Швеция, Австрия и... Нет, Австрии и Небальтанского королевства в этой коалиции уже не было. Итак, в октябре 1806 года коалиция была практически полностью раскромлена. И всего в двух сражениях под Ауэрштеттом и Йеной Наполеону удалось расправиться с войсками союзников и принудить их к подписанию мерного договора. Теперь уже ничто ему не мешало продвинуться дальше на север. Наполеоновские отряды вскоре заняли сам Берлин. Таким образом, еще один важный соперник Наполеона в Европе был выведен из игры. 21 ноября 1806 года Наполеон подписывает важнейший для истории Франции декрет о континентальной блокаде. Суть его заключалась в том, что он запрещает всем подвластным ему странам торговать и вообще вести какие-либо дела с Англией. Именно Англию Наполеон считал своим главным врагом. В ответ Англия блокировала все французские порты. Простите порты. Однако Франция не могла деятельно противостоять торговле Англии с другими территориями. Соперником оставалась и сама Россия. В начале 1807 года Наполеону удалось разбить русские войска в двух сражениях на территории Восточной Пруссии. 8 июля 1807 года Наполеон и Александр I подписали эти звездские меры. Это договор, заключенный на границе России и контролируемых французами территорий. Провозглашали, однако, недобрососедские отношения между Россией и Францией. Россия обязалась просоединиться к континентальной блокаде. Однако этот договор означал только временное смягчение, но никак не преодоление противоречия между Францией и Россией. Возвращаясь к нашему предыдущему слайду, мы говорим о том, что многие страны нарушали запрет, Россия тоже. Так что эти звездские меры нами, с нашей стороны, не были соблюдены в полной мере. Сложные отношения у Наполеона возникли с римским папой Пием VII. Наполеона с папой римским у них было соглашение о разделении полномочий, но отношения стали все-таки ухудшаться. Дело в том, что Наполеон считал циркованным имуществом, принадлежащим Франции. А папа римский не стал это терпеть и после коронации Наполеона в 1805 году возвратился в Рим. В 1808 году Наполеон ввел в Рим свои войска и лишил папу светской власти. В 1809 году Пи VII издал специальный указ, в котором проклинал грабителей церковного имущества. Однако Наполеона он в этом указе не упоминал. Эта эпопея в итоге закончилась тем, что папу римского практически насильно перевезли во Францию и заставили жить во дворце Фонтембло. В результате этих завоевательных походов и дипломатических усилий Наполеона к 1812 году под его контролем находилась огромная часть Европы. Через родственников, военачальников или военные завоевания Наполеон подчинил практически все государства Европы. Вне его зоны влияния оставались только Англия, Россия, Швеция, Португалия и Османская империя, а также Сицилия и Сардиния. Отечественная война 1812 года, за которой последовала непосредственная война за освобождение Германии и Европы, была началом конца. Возвращаясь, кстати, немного назад, здесь изображены Пиренейские войны, именно так назывались войны, происходящие в Португалии и Испании. Там был слишком велик партизанский элемент, люди не хотели принимать французскую власть и это значительно подорвало силы Наполеона. Сам же он впоследствии говорил, что эта несчастная война в Испании стала кровоточащей раной, первопричиной несчастья Испании. Ну и только потом начинается вторжение в Россию. Итак, в конце 1811 года он понимает, что неизбежна война с Россией и в середине 1812 года, 24 июня, Наполеон и французы вторгаются в Россию. Он сумел пройти значительную часть территории Российской империи и даже сумел захватить Москву, однако удержать город он не смог. В конце 1812 года Наполеоновская армия бежала из пределов России и снова попала на территорию Польши и германских государств. Русское командование решило продолжить преследование Наполеона за пределами территории Российской империи. Как вы уже знаете из урока, эти походы получили название как «Заграничный поход русской армии». Он был очень успешным. Еще до начала весны 1813 года русским войскам удалось взять Берлин. А с 16 по 19 сентября 1813 года под Лейпцигом происходило крупнейшее сражение в истории Наполеоновских войн, известное как «Битва народов». Такое название битвы получилось из-за того, что в ней принимало участие почти полмиллиона человек. Наполеон при этом располагал всего лишь 190 тысячами солдат, а соперники во главе с англичанами и русскими располагали примерно 300 тысячами солдат. Численный перевес, конечно, был очень важен. Кроме того, войска Наполеона не имели той готовности, в которой они находились бы в 1805 или 1809 году. Дело в том, что значительная часть старой гвардии Наполеоновской армии была уже уничтожена. И Наполеону прохотелось брать в свои ряды, в свою армию людей, которые не имеют бы серьезной военной подготовки. И этим, наверное, объясняется то, что для Наполеона эта битва завершилась неудачно. Наша история, кстати, 18 октября считается днем боевой славы. Союзники сделали Наполеону выгодные продолжения после этого сражения. Они предлагали ему сохранить его императорский трон, если он согласится урезать Францию до прежних границ. Ну, то есть до границ 1792 года. То есть он должен был отказаться от всех завоеваний, которые он за эти годы провел. Наполеон, разумеется, с негодованием отказался от этого предложения. Итак, 1 марта 1814 года участники антинаполеоновской коалиции, это Англия, Россия, Австрия и Пруссия, подписали Шамонский трактат. В нем прописывались действия сторон по ликвидации режима Наполеона, и они обязались не заключать с Францией сепаратного мера. Участики также обязались выставить по 150 тысяч солдат для того, чтобы решить французский вопрос раз и навсегда. Этот трактат на самом деле достаточно уникальный. Дело в том, что он не был одним из договоров в череде всех европейских договоров 19 века. Ему отведено особое место в силу того, что это был первый договор, направленный не на совместные завоевательные походы, то есть он не носил агрессивной направленности, а на совместную оборону. Таким образом, подписавший Шамонский трактат настаивали на том, чтобы войны, которые сотрясали Европу на протяжении 15 лет, наконец-таки завершились и эпоха наполеоновских войн закончилась. Практически через месяц после подписания этого договора, 31 марта 1814 года, русские войска пошли в Париж. Этим и завершился период наполеоновских войн. Наполеон отрекся от престола и был сослан на остров Эльба, который был передан ему в пожизненное владение. Казалось бы, на это вся история закончилась. Но Наполеон попытался вернуться ко власти во Франции, и его правление продлилось около 100 дней. Собственно, название носит оно аналогичное. После чего династия Борубона во Франции вновь восторжествовала. Итак, ребята, подводя итоги наполеоновских войн, частным случаем которых была и русско-французская, мы можем сказать, что они представляют собой сложное общественно-политическое и сложное экономическое явление. Вначале они явились просто продолжением революционных войн Первой Французской Республики и способствовали созданию парламентских республик и установлению буржуазных свобод в Европе. Еще одним непосредственным следствием наполеоновских войн стало пробуждение в Европе национальных движений. После Венского конгресса 1815 года в Европе практически была перекроена вся политическая карта. На следующем вебинаре мы как раз таки рассмотрим революцию в Европе 1820-40-х годов, послевоенную жизнь, которая складывается как внутри этих государств, так и внутри России. Ну и разумеется затронем вытесновение декабрьского движения. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в Доме Знаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова